Вы готовы? Приоденемся! Я полагаю, вы начинаете с нуля и хотите взять первый костюм. Или прошлось десяток лет с момента его покупки, и вам нужен новый костюм, чтобы через две недели быть на свадьбе. Костюм — это пиджаки-брюки, сделанные из одного материала. Заметьте, я не сказал из похожих или сочетающихся материалов. Так, темно-синий блейзер или чиносы, или спортивные пиджаки-брюки могут подойти друг к другу, но это не костюм. Многие парни совершают такую ошибку. Они надевают похожие пиджаки-брюки и пытаются выдать это за костюм. Итак, первый шаг в покупке костюма нужно решить, вы будете покупать его онлайн или офлайн. Почему это трудное решение? Потому что все зависит от выбора. Если вам нужен лучший выбор, то смотрите онлайн. Но если вы спешите, и он нужен вам сегодня, тогда придется прогуляться в магазин. И поговорим об удобстве. Ничто не победит покупки онлайн. В 2 часа ночи дома вы можете купить костюм. Если вам нужно клиентское обслуживание, тогда идите в магазин дорогой мужской одежды. Вы можете гулять по нему полчаса. Общаться со знающим персоналом, который может посмотреть на вас и определить тип вашего тела. И может подобрать не только цвет костюма, но и стиль, который подойдет вам лучше всего. Так что лучше, онлайн или офлайн? Друзья, на самом деле все зависит от ваших нужд. Что вам нужно и какой бюджет. Итак, сколько тратить? Вы хотите хороший костюм, в котором вы будете выглядеть на миллион баксов. Бюджет от 200 до 2000 долларов. Понимаю, довольно большой разрыв в 1800 баксов. Давайте разберем более детально. Итак, у вас есть месячная зарплата. И вы хотите потратить примерно половину. Но этот бюджет включает в себя не только костюм, а также рубашку и туфли. Поймите, что реальный диапазон цен намного шире. От бесплатного до 5000 долларов. Да, бесплатный. Спросите у друзей, у семьи. У кого можно взять костюм? И поговорим о дорогих на Севиль Роу. Где находятся одни из лучших ателье в мире. Да, там вы можете потратить 5000. Мы будем говорить о золотой середине. Вы, наверное, слышали слова «С полки, подгоняемые и на заказ». На данный момент игнорируйте сшитые на заказ. Я люблю их, но они дорогие. Подгоняемые – это отличный вариант, если вам тяжело найти подходящий костюм. Но большинству людей все-таки костюмы с полки будут хорошо подходить, и это лучший вариант. Что насчет ремней? Если у штанов есть петли для ремня, то ремень надо носить. Лучше всего, если вы сочетаете кожу ремня с туфлями и металл между собой. Лично я фанат серебра. Теперь поговорим о тканях и материалах, из которых шьют костюмы. Шерсть – то, что вам нужно. 100% шерсть всегда является прекрасным индикатором высокого качества одежды. Этот роскошный материал будет дороже. Вот почему можете начать выбирать смеси. Таким образом, вы сможете сохранить много денег. Но вы должны понимать, что они снижают расходы и в других местах. И это вы должны ожидать от недорогих костюмов. Начиная с 500 тысяч долларов, нужно брать 100% шерсть. И затем вы начинаете обращать внимание на другие значения. Как Супер 80, Супер 100, Супер 120, 180. Здесь нет универсальной системы. У одной компании показатели ткани отличаются от другой. Но в общем, чем выше значение, тем плотнее нить. И, следовательно, ткань роскошнее. Это не всегда так, поэтому не полагайтесь только на цифры. Это как с мегапикселями. Люди считают, чем больше мегапикселей, тем лучше камера. Это не так. Практически каждый костюм, будь это Супер 100 или 220, будет работать на вас. Что насчет цвета? Я порекомендую вам три. Темно-синий, угольный или серый. Не стоит выбирать голубой и синий. Они более повседневные. И не стоит брать черный. Он хорошо продается, но проблема в том, что черный лучше приберечь для смокинга. Придерживайтесь трех цветов. Темно-синего, угольного и серого. Что насчет узоров? Костюм, в котором я сейчас, имеет мелкий рисунок. Но он незаметен, и я считаю это лучшим вариантом. Но, в общем, вам нужно избегать заметных рисунков. Лучше приберечь их для следующих своих костюмов. Итак, теперь мы поговорим о посадке. Не покупайте костюм, который вам не подходит, или его нельзя подогнать под вас. Вот в чем дело. Если вы купите костюм за 2000, который не будет сидеть на вас, он не будет хорошо смотреться. А костюм за 50 долларов, который хорошо на вас сидит, будет смотреться намного лучше. Итак, изначально костюм должен вам подходить. Если нужно больше заплатить, сделайте это. Но так, чтобы костюм сел по вашей худой или полной фигуре. Вот почему я говорил про ателье. В зависимости от вашего роста, полноты, вдруг вы большой парень. Неважно. Так вы получите костюм, который будет хорошо сидеть на вас. Когда вы покупаете пиджак, здесь нужно быть повнимательнее. Первое. Плечи. Как хорошо он сидит в плечах. Вам не нужно заниматься ушиванием плеч. Это очень дорого стоит. Лучше сразу купить пиджак, который будет правильно сидеть в плечах. Далее рассмотрим грудь и талию. Если у вас здесь слишком много места, а именно вы можете поместить два кулака, возьмите размер поменьше. Они могут добавить в талии около 5 сантиметров. Дело в пропорциях. Карманы могут изменить их, что изменит внешний вид в худшую сторону. Можно ли расширить костюм? Да, на дорогих костюмах оставляют немного ткани, около 2 сантиметров. Если вы нашли костюм, который хорошо сидит на вас, но немного узок в груди, вы можете этим воспользоваться. Длина. Области, на которые вам нужно обратить внимание. Первое. Опустите руки вниз. И ваши костяшки пальцев должны быть наравне с подолом пиджака. Следующая область, которую нужно проконтролировать. Спинка пиджака. Пиджак должен закрывать ягодицы. Если он выше или ниже ее, значит он слишком короткий или длинный. Теперь поговорим о рукавах. Это самая простая часть для подгонки. 3-5 сантиметров в зависимости от размера пиджака. Но рукав рубашки должен выглядывать от среза рукава пиджака на 1 сантиметр. Теперь брюки. Вы должны убедиться, что они подходят вам в талии. Если они немного шире или немного уже, их можно подогнать. А также обратите внимание на бедра. Многие портные не обращают внимания на эту область. Потому что считают, что она не так важна. Нет. Если вам будет слишком свободно, ткань будет собираться. Далее длина брюк. Здесь несколько вариантов. Беззалома, четверть залома, ползалома и полный залом. Как тут быть, зависит от ваших личных предпочтений и роста. Если вы парень повыше, вам нужен полный залом. Если невысокий, без. Теперь поговорим о стиле костюма. Моя цель – помочь вам создать образ неподвластной времени, который вам будет служить как через полгода, так и через шесть лет. Вместо модного тренда, который выйдет из моды уже в следующем году. Когда вы будете покупать пиджак, вы заметите, что у некоторых две пуговицы, три, а также четыре и даже одна. От пиджаков с одной пуговицей четырьмя и пятью держитесь подальше. Стоит выбирать с двумя или тремя. И девяносто пяти процентов из вас подойдет костюм с двумя пуговицами. Почему некоторым стоит выбрать пиджак с тремя пуговицами? Такой костюм более формален. Если вы были в дорогом мужском магазине, вы, наверное, видели, их называют два с половиной. Потому что третья пуговица находится выше, и ее не обязательно застегивать. Далее вам нужно обратить внимание на лацканы. Вы встретите прямоугольные, заостренные и шелевые лацканы. Шелевые лацканы, не трогайте, это для формальной одежды. Заостренные уже хорошо, но они тоже ближе к формальному стилю и привлекают к себе внимание. Вы можете их выбрать, если вам нравится, как вы выглядите. Но я рекомендую прямоугольные лацканы. Они не подвластны времени и будут в моде десятилетия. Теперь посмотрим на карманы. Они представлены в двух главных стилях. Карманы, которые вшиты в пиджак, и карманы, которые пришиты поверх пиджака. Последние называются накладные карманы. Это стиль casual. В таком случае избегайте их. Выбирайте лучше пиджак со вшитыми карманами, и у них должен быть клапан. Далее поговорим о шлицах. Они находятся в области спины. Вы увидите пиджак с одной, двумя или без шлиц. Шлицы отсутствуют достаточно редко. Выглядит здорово, если вы не кладете руки в карманы, если хотите создать более стройный силуэт. В большинстве своем шьются пиджаки с одной шлицей. Ведь это относительно недорого. Но по мне это самый плохо выглядящий вариант. Лучше выбрать костюм с двумя шлицами. Потому что в движении у вас создается стройный вид. Когда вы кладете руку в карман пиджака с одной шлицей, ваша спина оголяется. С двумя шлицами такого не будет. Теперь поговорим о других деталях, касающиеся костюма. Это подобно цепи. Прочность цепи определяется самым слабым звеном. Это может подпортить весь образ. Нам это не нужно, поэтому поговорим о рубашке. Рубашка, как правило, должна быть белой. Это классический цвет. Он легко сочетается со всеми цветами, о которых я говорил. Другой вариант – голубая рубашка. Вы также можете выбрать розовую, лавандовую. Но я рекомендую остановиться на белой. Он самый формальный, создает больший контраст, и он подойдет практически ко всему. При выборе белой рубашки убедитесь, что она хорошо сидит на шее. Это важно, потому что вы будете ее застегивать и надевать галстук. Также обратите внимание на воротник. Выберите спред или поинт. Поинт – классический воротник. Он сочетается с большинством узлов галстука. Но если вам нравятся широкие узлы, вы можете выбрать спред. Не берите слишком широкий воротник, это больше кэжуал. Кроме того, избегайте воротников на пуговицах. Они классные, но ультра-кэжуал. Далее поговорим о манжетах. Манжет рубашки должен быть на одной пуговице. Если костюм сделан на заказ, можно и две. Что насчет запонок? Они придают формальности, и вам нужно знать, как их носить. Это может показаться очевидным, но я видел, как парни нарушают это правило. Ваша рубашка всегда должна быть заправлена. За исключением того, если вы подрались, вас арестовали, и вы сидите в полицейской машине. В таком случае вы можете не заправляться. Я ничего не скажу, но и залог не заплачу тоже. Далее о туфле. Классический вариант черной Балмар Оксфорды с закрытой шнуровкой. Закрытая шнуровка – это когда задняя часть находится под передней. Называется вамп. Это классические туфли. Но если вы хотите что-то поменять, скажите, «Антонио, мне не нравится черный, я хочу взять темно-коричневые и каштановые туфли». Хороший выбор. Они менее формальные, потому что на них открытая шнуровка, и просто потому что светлее. Вы можете обуть такие, но поймите, что вы не будете так формальны. Что насчет сникерсов? Если только вы не рок-звезда, или вы уже заслужили уважения, иначе я не рекомендую. Что насчет этих? Опять же, светло-коричневые. Хороший стиль, закрытая шнуровка. Вы можете их выбрать. Что касается лоферов, я стараюсь их избегать, за исключением кэжуал-костюмов. Поэтому я не рекомендую их. Но вы можете их обуть, особенно в США, на какую-нибудь неформальную встречу. Если вы наденете их с костюмом, вам ничего не скажут. Классический костюм носится с галстуком. Они естественны друг для друга. Они связаны друг с другом. Я считаю, что красный всегда подойдет. За исключением неонового красного. Вообще, не носите неоновый. Но на мне красный галстук с маленькими точками. Обратите внимание, голубые точки на галстуке сочетаются с костюмом. Вот почему я выбрал эту комбинацию. Вы также можете выбрать полковые полоски, еще один классический рисунок. В прошлом, в Англии, эти галстуки были в клубах, также в военных полках. В руках у меня галстук морской пехоты США. Мне делали его на заказ. Обожаю его. Но вы также можете выбрать темно-зеленый и фиолетовый цвет королей. Опять же, мелкий и повторяющийся рисунок. Здесь точки. Здесь я не пойму, но тоже мелкая и повторяющаяся. Если выбрать что-то из менее формального, то такие яркие цвета. Этот я еще могу рекомендовать, но я бы не рассматривал его как формальный. И теперь мы переходим к галстукам в кэжуал стиле. И с ними вы должны быть аккуратны. Не носите их, они слишком повседневны. А теперь бабочки. Друзья, я знаю, что многие из вас любят бабочки. И технически бабочки так же формальны, как и длинные галстуки. Поэтому, если вы выберете однотонный цвет, да, будет отлично, вы не нарушите никакие правила. Но вы будете выделяться на свадьбе, еще сойдет. Но на похоронах вам нужно сделать разумный выбор. Если вы обычно носите бабочку, то хорошо. Но поймите, что бабочки привлекают немного больше внимания. Что насчет аксессуаров? Поговорим о часах, кольцах, кулонах, пирсинге в носу и ушах. Я считаю, что их стоит приглушить. И это излишество. Если это часть вашей личности, вы рок-звезда, тату-художник, и у вас пирсинг повсюду, тогда вперед, это ваше. Но в большинстве ситуаций, большинству людей следует быть сдержаннее. Что касается часов, вам нужны часы, которые просто показывают время, может еще дату и больше ничего. Вам ни к чему усложнение. У классических часов кожаный ремешок. Черный или темно-коричневый. Вот, в руках у меня классика. Классический гоночный ремешок. Обратите внимание, маленькие отверстия. Но все же из-за дополнительных деталей, хронографа, они не подходят. Вы можете их надеть, вам ничего не скажут. Но традиционные часы для костюма просты. Я ношу часы с металлическим ремешком. Я просто люблю такие. Мне не нравятся кожаные ремешки. Что вам не нужно носить, так это дайверы, которые были созданы как спортивные часы. В общем, вам стоит вести себя поспокойнее, когда дело касается украшений. Господа, не забудьте про прическу. Запомните, мы говорим о цепи. Прочность цепи определяется слабым звеном. Поэтому почистите и постригите ногти. Ухаживайте за кожей. Используйте лосьон для рук. А также для лица, если кожа шелушится. Побрейтесь, если у вас борода. Приведите ее в порядок. Убедитесь, что она выглядит опрятно. Поговорим о прическе. Ваша прическа должна хорошо выглядеть. Мне нравится использовать средства для волос. Так как вы одеваетесь с иголочки, вы можете добавить вашим волосам блеска. Итак, вы знаете, как купить костюм. Ну, как его носить, как избежать ошибок в стиле. Друзья, посмотрите это видео. Я расскажу об этикете некоторых деталей, на которые нужно обратить внимание, когда вы носите костюм. И когда вы одеваетесь повседневно. Поэтому посмотрите это видео, друзья. Оно одно из моих любимых. Зацените его.